Готовность школ под контролем государства. Сегодня губернатор Игорь Фёдоров принял участие в селекторном совещании главсубъектов Российской Федерации под руководством Дмитрия Медведева. Готовность школ, здоровье детей, обеспечение учеников горячим питанием. Основные вопросы повестки дня селекторного совещания. Дмитрий Медведев в приветственном слове говорит о развитии системы образования в целом. По словам премьера, на эти цели из бюджета страны выделено 40 миллиардов рублей. Введены в эксплуатацию 42 новых школы. Больше 5000 зданий отремонтировано. Закуплено около миллиона единиц оборудования. В этом году впервые за парты сядут полтора миллиона первоклассников. 13,5 миллионов детей начнут посещать занятия строго в школьной форме. А педагоги выстроят свою работу согласно новому закону об образовании. Конечно, это данное событие и в жизни страны, и, конечно, в развитии нашей общеобразовательной школы. Преподавателям и воспитателям нужно многое сделать для того, чтобы он эффективно применялся. Причем применялся на всех стадиях учебного процесса, начиная с дошкольного образования, дошкольных учреждений и заканчивая после выставки образования. Готовность зданий к новому учебному году – одна из ключевых тем. В настоящее время полностью отремонтированы здания в 25 регионах страны. У шести субъектов готовность составляет менее 60%. В список должников попали Чукотский автономный округ, Магаданская область, Республика Тыва, Ингушетия, Красноярский край и Ниньский автономный округ. Эта информация не совсем соответствует действительности. Видимо, просто была представлена информация, которая была представлена ранее, в связи с тем, что у нас каждый день ситуация меняется. У нас приемка идет в плановом режиме, даже с обережением графика. На сегодняшний день у нас остается в стадии приемки две школы и семь детских садов. До 29 августа все учреждения будут приняты к новому учебному году. Уделили внимание и регионам, пострадавшим от сильнейшего паводка. По информации глав Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области, несмотря на последствия стихии, 2 сентября все ученики приступят к занятиям. Где-то детей временно разместят в санаториях и лагерях, где-то подтопленные здания приведут в должный вид. В своем заключительном слове Дмитрий Медведев сообщил о готовности выделения дополнительных средств на восстановление образовательных учреждений. А также еще раз напомнил о том, что до начала учебного года субъектам необходимо привести в порядок все школы и детские сады.